Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну, а герой нашего сегодняшнего обзора из серии «На что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля» — это машина, которая не только считается простой по конструкции и необременительной в содержании, но, по сути дела, таковой и задумывалась изначально, еще на этапе конструирования. И если вы ищете для себя неприхотливый, недорогой и всепогодный автомобиль, вы, скорее всего, мимо этой машины не пройдете. Renault Logan — второе поколение. Renault Logan второго поколения появился на конвейере в 2014 году. Этот автомобиль выпускается и по сей день, пережив рестайлинг в 2018-м. Сам термин «второе поколение» применяется производителем, однако, по большому счету, говорить о какой-то серьезной модернизации, связанной, например, со сменой платформы, не приходится. Поэтому правильнее было бы назвать эти автомобили глубоким рестайлингом первого Logan. Моторная гамма у второй генерации слегка подсократилась. Отсюда исчез двигатель объемом 1,4 литра. И по большому счету, если вы будете искать подобный Logan на вторичке из числа проданных официально по каналам дилеров в Российской Федерации, а таких машин большинство, выбирать вы будете из трех бензиновых моторов, и все они объемом 1,6 литра. Только вот мощность разная – 82, 102 и 113 лошадиных сил. Что касается коробок передач, на Logan 2 их устанавливалось аж три разновидности – механическая, роботизированная и классическая автоматическая коробка передач. Наш сегодняшний экземпляр 2014 года выпуска. Под капотом самый слабый, но и самый надежный, забегая вперед, 1,6 литра на 82 лошадиные силы коробка передач механика. По традиции, в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо или наоборот данный автомобиль сопротивляется нашим дорожным реалиям. Что касается толщины лакокрасочного покрытия у вторых Logan, как правило, значения толщиномера будут разбросаны в диапазоне от 110 до 170, либо 120-180 примерно в этих горизонтах. Поэтому при осмотре подобного автомобиля имейте в виду, что окрашены они, как правило, толще, чем, например, большинство японских или корейских марок. И смотреть при прозвоне подобной машины следует именно на одинаковость показаний по разным элементам. То есть, если разброс на всех элементах автомобиля соидентичен, соответствует, то, скорее всего, вы имеете дело с заводской краской. Если какой-то элемент выбивается из стандартных цифр, то здесь, конечно, стоит обратить более пристальное внимание на предмет его возможного перекраса. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то это тот самый случай, когда эта самая толщина не препятствует повышенному образованию сколов, царапин и так далее. ЛКП у Logan достаточно нежное, повредить его не так уж и сложно, особенно на автомобилях, которые активно-активно эксплуатируются. При всем при этом, по части коррозии, на Logan все обстоит достаточно неплохо. Исключением являются автомобили, собираемые в период с 2004 по 2007 годы. Там с этим делом все было достаточно печально. Гнить эти машины начинали достаточно рано и сами по себе. Впоследствии вроде как внедрили оцинковку кузова и проблема ушла. По крайней мере, ржавых додыр Logan 2-й генерации нам на своем веку еще наблюдать не доводилось. Исключение, конечно же, могут составить автомобили, восстановленные после серьезной аварии. Поскольку кто их восстанавливал и с каким качеством, заранее сказать нельзя. Поэтому при осмотре подобной машины обязательно проконтролируйте все типичные и стандартные для любого другого автомобиля места. Ржавчина здесь может вылазить на кромках капота и крыши, как на местах, подверженных повышенному сколообразованию. А также слабыми местами в данном случае могут являться арки, пороги и, как ни странно, дефекты ЛКП периодически, но не так уж и часто, надо отдать должное, вылезают на дверных проемах, где можно встретить обычное отшелушивание краски куском. Кроме того, к больным местам кузова Logan 2 можно отнести и стык панелей крыши с задним крылом. В этих местах, как правило, всегда присутствует трещин-аналог в красочном покрытии. Правда, чтобы ее увидеть, придется приглядываться с близкого расстояния. Да и последствий это дело в себе не несет никаких. Поэтому, так же, как и потертую дверными уплотнителями краску на порогах автомобиля, это следует принять как данность, особенно если речь идет об автомобилях с большим пробегом. Что касается салонного оборудования и, например, бортовой электроники, то, поскольку в Logan ее не так уж и много, и она достаточно простая, каких-либо явных болячек по этой части автомобиль в себе не несет. Так что, при покупке подобного автомобиля, при его выборе, просто проверьте, чтобы все то немногое, что есть на борту, исправно функционировало. Из того, что попадалось лично нам на подобных машинах, это нефункционирующий подрулевой переключатель и, в случае с автоматической трансмиссией, требующий регулировки селектор КПП, который при его постановке в крайнее положение включал нейтраль вместо положения D. Но эти вещи достаточно очевидны и на тест-драйве, от вашего взгляда, конечно, не ускользнут. Ну, а теперь поговорим про силовые агрегаты, которые могли находиться в подкапотном пространстве обновленного Logan. И три самых распространенных бензиновых мотора, все имеют объем 1,6 литра. В данном случае это базовая версия. Моторов 1,4, кстати, на Logan 2 уже нет. То был старинный двигатель K7J. А здесь мы имеем под капотом его усовершенствованную версию. K7M. Это чугунная рядная четверка с приводом ГРМ при помощи ремня. Ремень этот служит около 60 тысяч километров. И с его заменой лучше сильно не тянуть, поскольку при обрыве ремня клапана этот мотор гнет. Головка блока цилиндра здесь узкая, поскольку распредвал здесь всего один. Причем механизм, клапанный механизм, выполнен довольно архаично, с использованием коромысел. Регулировка зазоров клапанов ввиду отсутствия гидрокомпенсаторов на этих моторах должна производиться в достаточно узкий регламент. Около 30 тысяч километров пробега. Необходимость регулировки определяется по шумной работе двигателя и по ухудшению, соответственно, тягово-динамических характеристик тоже. Каких-либо усложняющих конструкцию элементов в виде, например, коллектора, переменной длины или замороченного впрыска топлива на этих моторах, конечно же, нет. Мощность этой силовой установки 82 лошадиные силы. Этот двигатель отличается от своих более современных и совершенных собратьев большей вибронагруженностью, а также достаточно немаленьким, ну, по меркам, конечно, моторов такой мощности, расходом топлива. В городском цикле Logan с этим мотором потребляет от 10 литров на 100 километров пробега. Зато пробег, который этот двигатель способен проехать без капитального ремонта, достаточно героический по современным меркам. При условии регулярной замены масла и использовании все-таки нормальных технических жидкостей, данная силовая установка способна отработать без каких-либо проблем свыше 400 тысяч километров пробега. И огромное количество Logan из таксопарков там и подтверждение. По сути дела, все проблемы данного мотора сводятся либо к проблемам с резинотехническими уплотнениями, как, например, сальник коленвала, либо к системе зажигания. Здесь используется одна единственная катушка, от которой отходят бронепровода, и по причине, если корпус этой катушки потеряет герметичность, например, в нем появится трещина, ну, соответственно, она может выйти из строя, что проявится в виде плавающих оборотов, либо троений мотора. Однако при выборе поддержанного экземпляра, если вы все же столкнулись с троящим Logan, ну, вы, конечно, можете поехать с ним на СТО и выяснять, в чем же проблема в катушке зажигания, в бронепроводах, в старых давно не менееных свечах и замерять компрессию. Но все же лучше посмотреть вариант, который не демонстрирует каких-либо перебоев в работе, благо таких на вторичном рынке достаточно. Второй двигатель у Logan это более мощный на 102 лошадиные силы K4M. Данная силовая установка уже выглядит намного посовременнее, там два верхних распредвала, соответственно, широкая голова, это 16-ти клапаник, так называемый. На K4M используется все тот же ремень ГРМ с тем же интервалом замена около 60-ти тысяч и с теми же последствиями при его обрыве в виде загнутых клапанов. Однако на K4M у вас уже будут гидрокомпенсаторы и, соответственно, выставлять клапаны и зазоры на определенном пробеге с определенным регламентом вам уже не придется. В целом, K4M это более интересный мотор с точки зрения потребителя, ввиду того, что этот двигатель куда менее вибронагружен, а также более экономичен. Набор проблем, в принципе, все тот же самый. Время от времени этот двигатель может расстраивать неровной работой по причине либо выхода из строя катушки зажигания, либо по причине того, что подошли на замену свечи. В общем, надо смотреть. По сути дела, каких-либо заморочек на этих моторах у Logan также не встречается. И K4M, помимо прочего, устанавливался на огромное число моделей концерна, в том числе на Clio, на Megane, на Laguna и, в общем-то, зарекомендовал себя как весьма надежный агрегат. При условии регулярного обслуживания эта силовая установка также прослужит многие сотни тысяч километров. Свыше 400 можно смело рассчитывать. Ну, а что касается третьего самого мощного двигателя, это H4M или по ниссановской классификации HR16DE. Это уже алюминиевая рядная четверка, более современная, скажем так, чем чисто реношные двигатели под капотом. И она имеет в приводе ГРМ цепь, которая, в принципе, служит исправно, а свыше 200 тысяч километров пробега, как правило, особо не беспокоит. Также H4M имеет фазовращатель на впускном валу. И вот этот фазовращатель как раз-таки может, нет-нет, потребовать замены. Но, опять же, на пробегах больших, где-то под 250 тысяч километров, ну, может быть, чуть-чуть ранее. Гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на H4M, кстати говоря, нет. Но процедура регулировки выполняется раз в 80-100 тысяч километров пробега. Опять же, по симптоматике. Что куда реже, чем у K7M. Несмотря на то, что чугунные моторы также не особо-то любят перегрева, но алюминиевый двигатель 1.6 на 113 лошадей к этому особенно чувствителен. Поэтому за работой, исправной работой системы охлаждения, вам, как владельцу Логана с самым мощным двигателем в линейке, придется следить довольно-таки внимательно. Что касается ресурса H4M, то он, в принципе, также неплох. Даже на фоне чугунных собратьев. Порядка 300 тысяч километров плюс-минус эти моторы также способны отбегать. Из типичных проблем, собственно говоря, как и на любых других машинах, где устанавливается этот мотор, то есть Nissan Juke в виде HR16DE, Nissan Tida, Note и так далее. Это все та же проблема с прогоранием прокладки приемной трубы, которая определяется потому, что ваш автомобиль внезапно превратился в спортивный болид и начал громко рычать. Также проблемы в виде шума со стороны навесного оборудования, то есть это подшипники, например, компрессора, кондиционера, ролики всевозможные и так далее. Ну и проблемы с холостым ходом, с неровными оборотами, троением и так далее, которые, как правило, связаны либо с дроссельной заслонкой, либо с тем, что отрабатывает свое какая-то из катушек зажигания, которые на HR16DE или H4M, кстати говоря, отдельные на каждый цилиндр. Итак, если с моторами более или менее разобрались и все они, в принципе, проявляют себя неплохо, весьма ресурсные и не сказать, что прихотливые в эксплуатации, то по коробкам передач ситуация обстоит примерно так же. Кстати сказать, коробка передач будет зависеть от того, с каким двигателем вы покупаете Renault Logan. Если в случае с механикой одна и та же коробка, в принципе, ставится на все варианты, то вот в случае с коробкой с двумя педалями могут быть нюансы. Что касается пятиступенчатой механики, то она на Logan ставилась двух разновидностей. GH3 коробка на более старых моделях на Logan 1 и GR5 на уже машинах второй генерации. Данная трансмиссия представляет собой, в принципе, эталон надежности. Да, при определенном разгильдяйстве можно довести эту коробку до появления гула подшипников вторичного вала на пробегах за 200 и далеко за 200. Но, по большому счету, ничем она не огорчает. Единственное, надо поглядывать за течью масла через сальники приводов. Особенно часто бежит на этих автомобилях сальник левого привода. Дабы не докататься до момента, когда потеря масла для МКПП станет уже критической. К большим пробегам эта коробка может также подрастроить собственника нечетким включением передач. Но на нашем автомобиле на пробеге 175 тысяч километров с этим еще все нормально. Также эта механика имеет одну особенность в виде несинхронизированной задней передачи. Поэтому, чтобы не слышать хруст при включении задней, возьмите за правило не дергать ручку КПП сразу после выжима сцепления. Подождите секунду-полторы и потом включайте. В этом случае все пройдет без запинки. Что касается ресурса компонентов сцепления, он довольно большой. 140-150 тысяч до первой необходимости вмешательства. Что касается классического гидромеханического автомата маркировкой DP2, то эта коробка, во-первых, агрегатировалась только с двигателем на 102 лошадиные силы. А во-вторых, в принципе, является собой достаточно примитивную и, в принципе, надежную конструкцию, способную отработать около 300 тысяч километров пробега. При условии, что вы не используете Logan в качестве гоночного болида, что затруднительно, поскольку автомат DP2 не отличается повышенной скорострельностью. И вряд ли можно сказать, что подобный автомобиль будет провоцировать на способную или динамичную езду. Данные коробки любят чистое масло и не любят перегрева. А штатная система охлаждения на этих машинах, ну, скажем так, не рассчитана на экстремальные условия эксплуатации. Поэтому берегите свой автомат, почаще меняйте масло и он будет ходить достаточно долго. Правда, стоит отметить, что комбинация 102-сильного мотора и автоматической коробки на Logan получилось еще и не очень выгодной с точки зрения расхода топлива, который в данном случае по городу легко перешагнет отметку в 12 литров. Что касается роботизированной трансмиссии, которую можно было купить только с мотором на 82 лошадиные силы, построена она на базе механики GH3. По механической части каких-либо особых проблем и головников она не сулит, но основные проблемы как раз случаются с блоком управления, собственно говоря, который и ведает за вас переключением передач и выжимом сцепления. Это обычный однодисковый робот, поэтому каких-либо плавностей хода чрезмерных и плавности работы DSG от него ждать не приходится. Правда, и стоимость его ремонта будет, опять же, куда ниже, чем работа по восстановлению работоспособности коробки с двумя сцеплениями. В основной массе однодисковые роботы люди губят самостоятельно, пытаясь использовать эту машину как машину с гидромеханическим автоматом. На деле, если вы садитесь на роботизированную коробку и хотите, чтобы она прослужила у вас подольше, пользуйтесь ей так же, как вы пользовались бы механической трансмиссией. А именно, исключайте движение в натяг в ползучем режиме, то есть, если, скажем, вам надо сдвинуться вперед в пробке, отпустите чуть подальше переднюю машину и трогайтесь с ощутимым нажатием на педаль газа. Как вы это делали бы на машине с механической КПП. Ну, а чтобы переключения на роботе у вас получались плавными, со временем нужно научиться снимать нагрузку с коробки в момент переключения. Либо делать это в сочетании с ручным режимом. В данном случае, ваша левая нога отдыхает, но правая рука, увы, продолжает трудиться. Что касается ходовой части Renault Logan, как первого, так и второго, ходовка получилась крайне энергоемкая, весьма комфортная, кстати, даже при движении по убитым направлениям и не особо-то затратная в содержании. Что касается ресурсов компонентов, то, например, ресурс передних рычагов, ну и, соответственно, их сайлентблоков порядка 150 тысяч километров. По крайней мере, на автомобилях с продвижностью 120-130 тысяч сайлентблоки передних рычагов оригинально, как правило, еще чувствуют себя неплохо. И даже при наличии небольших трещин до надрывов дело еще не доходит. Столько же около 150 тысяч километров способны выходить и родные амортизаторы. Что касается, например, слабого звена большинства подвесок легковых автомобилей, стабилизатора поперечной устойчивости, то на Logan к таковым он уже не относится. Ресурс до замены тех же самых втулок стабилизатора здесь порядка 70 тысяч километров пробега. А вот передние шаровые опоры могут иногда подрастроить своего владельца, выйдя из строя где-то к 50-60 тысячам километров пробега. По задумке производителя поменять шаровую отдельно вы не можете, но, как говорится, никто не мешает ее выпрессовать и запрессовать туда какой-нибудь, скажем, доступный аналог неплохого качества. Что касается рулевого управления, рулевая рейка на Logan крепкая, выхаживает она за 150 тысяч километров пробега, а при этом усилитель руля здесь электрический и вопросов к работе этого самого Eura тоже немного. Рулевые тяги и рулевые наконечники выхаживают до замены свыше 100 тысяч километров пробега, как правило, люфты в них появляются уже где-то к отметке 120. Естественно, выбирая Renault Logan и осматривая автомобиль на подъемнике хотя бы на предмет состояния днища, порогов и так далее, то есть на предмет коррозии, вы должны обратить внимание на то, чтобы не было масляных подтеков, в том числе и на стыке двигателя с коробкой передач, и не было подтеков по сальникам приводов. Также обратите внимание на то, чтобы пыльники приводов были эластичные и герметичные, никаких трещин, тем более надрывов открытых на пыльниках быть не должно, в противном случае под вопросом уже ресурс самого привода. Как ни странно, но относительно небольшим ресурсом на этих автомобилях отличаются и передние тормозные диски. Этот ресурс можно попытаться продлить подбором неоригинальных, более мягких по своему составу колодок. Что касается задней подвески Renault Logan, здесь, в общем-то, говорить не о чем. Это балка, и сайленблоки этой самой балки ранее, чем к 200, а то и к 250 тысячам километров пробега, никак себя не проявляют. Так что первым в задней подвеске вы, скорее всего, поменяете амортизаторы, и случится это на пробеге не ранее, чем в 150 плюс-минус тысяч километров. Также при осмотре автомобиля снизу обратите внимание на кронштейн крепления выхлопной трубы, дабы он не был поражен коррозией слишком сильно. Ну и в завершении, хоть и под автомобилем, однако не в последнюю очередь осматривая Logan, обратите внимание на то, в каком состоянии находится номер двигателя на этом автомобиле. Кстати говоря, прочитать его без зеркала, без специнструмента может быть достаточно затруднительно, поскольку находится он в не очень доступном месте. Причем не очень доступном для вентиляции тоже, поэтому на автомобилях в возрасте этот номер может быть покрыт слоем ржавчины. И хорошо, если его удастся очистить до читаемости цифр. Выводы под всем вышеизложенным таковы. Рено Логан второй генерации – это все тот же простой по конструкции, недорогой в содержании и достаточно серьезный в том, что касается ресурса компонентов, автомобиль. Но вы должны четко отдавать себе отчет в том, что это не та машина, которую покупают, потому что нужно кайфануть за рулем. Но рассчитывать на то, что правильно выбранный этот автомобиль обеспечит вам долгие сотни тысяч километров пробега и исправно отработает ту сумму, которую вы за него отдали, вы вполне вправе. Постарайтесь только избежать покупки как сильно битого и восстановленного после аварии экземпляра, так и автомобилей из таксопарков, которых на вторичном рынке расплодилось огромное количество. Поэтому при покупке подобной машины не поленитесь обеспечить ее всесторонними проверками по всем возможным базам, в том числе и на предмет скрученного пробега. Ну вот и все на сегодня. Если наш сегодняшний обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А также не забывайте указывать в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся добыть подобную модель и отснять ее для вас. Также, если у вас был или есть Рено Логан, особенно второй генерации, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить или чем нас дополнить, также указывайте это в комментариях. Ведь людям, которые выбирают себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Пока. Пока.